сейчас ребята будем тестировать лак который купила ника на 90 гривен кричит потратила так переживает что она потратила деньги а это какую не вижу вот это давай я не навожу я просто петушок этот показывает вот этот петушок ребята пробуй давай не бойся давай пробуй глаза вообще-то закреп пробовала хоть лак в единственный раз ядрить колотить закрываешь вот так рукой пшикаешь мазафака в глаза не попал но я понял не пользовалась ничего такого нету стыдного господи просто ты никогда не делал прическу лаком не пользовался я тебя не позорю ты сначала пшикнешь а потом будешь зализывать ника ну что твою мать давай я сейчас буду делать тебе давай 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 рукой вообще-то надо заложить вот 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 да 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 вот так стой смотри я отпускаю у меня щас рука прилипли твою налево смотри еще чуть-чуть вот здесь и все давай так чуть-чуть не выпсикай весь лак ты шо гонишь бутылка блин на 2 года все да все потому что тут не херячили все вот так все блин он виталя виталя проверяет ребят машину сейчас покажу какую машину нашли вот это дизелек вот это конь 1 и 9 1 и 9 да 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 ну хорошая до . вообще так они планируют понял блины салон блина ну такой-то знаешь для этого года какой год блин хороший блин и пахнет еще нормально люк даже есть нифига себе но ты понял они хотят хорошие вообще потом вы вынимать короче сидушки они легко поднимать потому что и ни хера все ты прикинь когда они хотели говорят если что море сидушки будем снимать чтобы если что ну понял там людей короче туда да ну туда это же на фронт выбираешь там запаска все есть нету житель есть от ищу класс блин ну хорошая машина блин то skoda да skoda octavia хорошая машина заберу сразу сейчас уже нигде нету нигде дизеля ребят дизельных машин вообще короче нигде нету полностью да реальный дефицит это сейчас еще смотрим машину для ребят туда на фронт отправлять нужно срочно машина мы уже насобирали денег всем нашим городом вот ну такая шкурка octavia это я повторюсь мы собирали привет собирали всем городом смело тем кому было не все равно то что сейчас война происходит ребятам надо было машина на передовую для на фронт для вывоза раненых мы не нашли не микроавтобусы не вот эти не пирожки и не джипы потому что и цена была маленькая к сожалению мы очень много не собрали там собрали 47 тысяч ривен и вот есть вот дизельная машина вот как раз дизель нужен ребятам да это не джип да будет неудобно но они сказали женя пожалуйста бери говорит хотя бы эту потому что сейчас уже типа все выгребли ведь мы здесь снимем задние сидушки говорит сделаем говорит максимально все что можно и говорит поверь эта машина не еще ни одну задачу для нас выполнить так что вот такой город смело спасибо вам всем большое те кто присоединился обязательно пост выставлю не ну прикольная машина не знам не нравится не занято я ж на механике пипец для на механика я вообще на механика плохо езжу это костя мне давал и так пробовал да ну да блин с меня ну на поснимаешь мы сядем так поехали я просто не знаю это есть она поднизу есть так левая тормоз сцепление газ нажимаешь сцепление 1 придача включить скорость надо вы же сцепление такушков стоп цепление надо выжать то я нажал вообще я держу его стоп ты тормоз нажал ты не сцепление нажатый тормоз нажал жак-то тормоз не посередине сцепление слева ты серьезно сейчас сцепление слева вот это сцепление слева мою левая ногой левая ногой джек вот это южно все 1 1 потихонечку пускай педали и потихоньку пускать больше надо больше еще мы едем сцепление сцепление вторая передача просто вниз нажал по моему да не 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 нажал сцепление ну едь на первую стой 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 выжмите сцепление выжима сцепление быстро тормози 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 я же тебе говорю что я ни хера я не могу на блин а ну подожди сейчас заводи сейчас митраечка стоит левая нога на сцепление газ и тормоз жмешь правой левая отвечает только за сцепление тормоз можно отпускать тормоз мой я могу отпустить сейчас я нажал на заднюю потихоньку едем назад потихоньку газ за другую ровно давай 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 больше газку но чувствуешь степление все еще 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 давай там же сзади по выжимать сцепление я вам не нажат 1 так подожди сейчас так нейтрал давай на месте прочувствуй смотри ну что вы почувствуешь на месте вот просто 1 1 2 3 4 это коза кончики понял сейчас 1 до 2 1 сцепление нажал первым вставил первое да все и поехали потихоньку больше газа потихоньку кажется блин для того чтобы становиться и не заглохнуть сцепление надо выжимать а нажимать потому что она остановить остановить выжал сцепление и тормоз и тормоз и главное сцепление выжимать всегда блин нормально я на первый раз жизни никит я 10 лет не ездил на я уже просто не помню по есть ну ничего 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 теперь и треть ты можешь людям не показывать да ну господи наоборот и должны видеть Я, блядь, тупой в этом деле. Не, не надо так и говорить. Нет, ну я скажу, что тебе просто... Опыта надо, опыта надо. Яма. Долго не ездишь, вообще нормально ездишь. По повере не лопнешь. Уже плюс. Да? И уже хорошо. Отпускаю тормоз. Ставлю на нейтралку. И уже. И сюда, на себя, да? Ну да, да. Ну, я скажу, не плохо. Это первый раз. Ну, хоть для первого. Я сколько уже не ездил, блядь, ты шум. Да, блин, они шум. Не знаю, мне понравилось. Да? Но все равно не я тут. Будет солдаты в них быть, да. Короче, блядь, крутяк, блядь. Надо брать и по-любому. Пят. Сумма красивая. Сейчас закрою просто дату и срок действия карты. Знаете, мошенничества сейчас очень много. В общем, смотрите, у нас сейчас на карте 49 110. Сколько нам надо? 49. 49 перечислять. В общем, сейчас будем, блин, перечислять 49. Смеляне, это то, что мы смогли собрать с вами такую сумму. Прикинь, Никит. Вот это вот насобирали. Уже на вторую машину. Да, машинка будет. Сейчас тогда переклини. Жене Кравченко, спасибо большое. Он только что выручил, нам еще 2000 выслав. В последний не хватало, да. Не хватало, Жека, вот твой этот перевод. Спасибо большое, дружище. Смотрим, сейчас будет или нет? Максимальная сумма 29. Давай, может, двумя платежами? Да, попробуем. Да? Есть. Сейчас пришло тебе. Что за числение? 29. Есть. Все девятки. Все, есть. Так, давай второй. Все, платежь успешно. Все сделали. С приобретением этого продукта. Спасибо большое, Никит. Да и ты хоть, блин, видишь, помог, блин. Что с машиной помог, и еще тоже все равно доложился к нам. Да, да, спасибо большое, блин. Ты что? Блин. Нет, нет, я не поеду. Ребят, все, сейчас вот показываю вам, что на карточке, смотрите, вот сняло два платежа. 30149 и 18994. Вот все, все, что было. Так что, сделали за машину перевод. Я тебе скажу, уж не верится, что мы уже купили, короче, машину. Нет, вы молодцы, машина. Насобирали. Да даже не мы. Ты знаешь, это по пункту все смело. Не мы, не мы, люди. Все, вот все. Даже ты, смотри. Никит, даже ты скинул. Вот так каждый по чуть-чуть. По чуть-чуть. Каждый по чуть-чуть. Просто кто сколько мог вообще. Люди по гривне, по два и то. Это такое уважение. Разные суммы скидывали. Не, просто понимаешь, у кого есть 100 гривен, он даст 10 гривен. А у кого даст миллион, он тоже даст 10 гривен. То как бы, знаешь, с разницы чувствуется. Что-нибудь кто-нибудь дает, да? Да, да. А я скажу, бедные люди дают больше, чем богатые. Да, да всегда так, бля. Ни один депутат ни хера не дал. Ни один с богатых людей вообще никто никуда не реагирует. Им похер. Они, блин. Никит, Перкинь, ни один бизнесмен не дал денег. Ни один богатый человек не дал денег. Ни один политик, короче, вообще. Никто. Самый большой взнос. У меня там большие суммы. Да, и у них суммы, да. Никит, самый большой взнос, Перкинь, само... Ну вот, самое странное, что перевели с Америки один парень. А тебя куда везти? Ну, смотри. Что здесь? С Америки парень один, Артур Мельниченко. Может, ты знаешь Туся, блин. Туся передал сразу 400 баксов перевел. И самое интересное, что 11 тысяч, ну там 10 тысяч 350 передали маленькие дети. Ты прикинь. Которые рисовали, блин, а за помощь, за донаты рисунки в цмеле в центре у нас. Да, да, да. В разных странах держат. Ты прикинь, на маленькие дети. Они сделали акцию, короче, вот две девочки, короче. Аня Мельник, да, и Юля. Вот не помню, как фамилия просто у Юли, блин. Ну, они молодцы, короче. Я помню, в Санкт-Петербурге там. Да, вот это они сделали, они перечислили, говорит, Женя, пожалуйста, чтобы эти деньги, ну, ушли на машину и ушли, ну, военным, короче, туда, в тыл. Ты прикинь, дети собрали, ну, я офигею. За один день, за один день, даже за вечер они собрали их. Так приятно было. Юля Кучеренко, вот. Вот это вот, да, Аня Мельник, Юля Кучеренко. Ты прикинь, 10-300 передали. Молодцы. Вообще пипец. Вожу. Все, Никиту высадили. Вон, в рейнджик свой. Ну, в общем, ребят, вот такая вот машина, так что спасибо тем, кто долучался до нашей истории. Все-таки машина уже есть, сейчас будем думать, как ее заправить, как ее передать. Да, не джип, да, не микроавтобус. Но все равно мы сделали, тем более мы спрашивали у ребят, вы точно брать или нет. Сказали, ребят, времени нет. Нет вообще, времени нам надо срочно на фронт машина. Просто не было времени. Говорят, уже берите. Берите, потому что, говорит, нам колеса нужны ужасно. Они, короче, возьмут, сзади сидушки уберут, там, да, если что, там будут грузители, там, раненого надо забрать или что-то еще. Чтоб вы понимали. Итак, все, на машину мы насобирали, спасибо всем. Спасибо всем смелянинам. Обязательно пост будет в фейсбуке. Я обязательно поблагодарю каждого, тех, кто принимал участие. Детям отдельно. Умничка, вы вообще все рисовали донаты. Вообще умнички. Это дети сделали. Да, это дети, дети очень большие. Ого. Так, ладно, выключай, ребят, потому что здесь... Скорая помощь. Нифига себе. И здесь сейчас у нас блокпост, так что я лучше выключаю. Смотри. Дай ты поздороваешь. Привет. Ку-ку. Ку-ку. Нет, на голодне, спасибо. Смотри, ребята, только что он перегорал, короче. Что ж ты? Да, машину купили. Сейчас вот стоит во дворе. Я потом... За сколько денег? За всех. За все. 49 тысяч. Все деньги. Чего не хватало, Женя с Финляндии переслал еще 2000 гривен. Только что переслал. У меня 47111, по-моему, было. А вы тебе где послали? Только что сразу 2 и 49. Октавия или... Мазерати. Да не, я не помню. Шкода Октавия. Шкода, шкода... Виктория, полная комплектация там или не полная? Максимальная. Максимальная. А ты показывал максимальную комплектацию? Так, а мы же вместе прислали, я смотрел. Ты мачила? Там ты... Огонь. Ну, накажи, да Виталия я ему скажу, бля. Ага. Посмотри, какая разгрузка, Вера. Да, ни хера себе. Ты прикинь? Это я только что перерывал полностью весь подвал. Полдня перерывал. Полдня перерывал, короче, что-то это все. Кстати, полезная штучка. Хорошая, да? Да. Тогда ключи в домах, например? Да, вот ключи есть, да. Да, есть. Мы сейчас будем решать. Ну, Танечка, чай, ровчик, как я делал. Если бы там свинина, буженина или хотя бы там... Я подливочку свалила. Мы сейчас уже очень бедно с ней живем. Да? Скажи. Слушай, у Бога тут приколит. Мы покупаем... Ну, конечно, залазь. Мы покупаем кусочек колбаски маленький. Да. Ну, а что, надо его новое такое время сейчас. Ну, да, надо экономить по-любому. Никаж не экономит. На сухарях. Ты тоже, да, уже все? А все, наверное... Слушай, давай сухарики. Давай купим сухарики. А в тебе же не мая духов. Я так бы хотел сухарики. Я могу готовый купить сухарики, мочить в чай. Оно так вкусно. И заменяет эти все печенья дорогие. А чай без заварки и без сахара. И без воды. А она вообще любит так. Благодарит. Ребята, купил для Вероники целый пакетик еды. Что, ты подождешь сейчас? Я приду, Витал. Да, я буду. Окей. Сейчас быстренько прометнулся в магазин. Купил целый пакет. Виталя пока меня ждет, сидит в машине. Вероника Владимировна. А, блин, ты где, а? Нету никого. Вот какая чистота, все запрявлено. Коляска стоит. Нико. Нету. Нету. Чистота и порядок у этой девушки. Ника. Вероника. Она, наверное, принимает душ, ребят. Вероника. Я не хочу заходить, потому что я ее испугаю, наверное. По-любому. Сейчас выключу свет, ребят. Сейчас выключу свет. Смотрите. Стройно. Тебе можно? Кот. Ты долго? Тут долго тебе? А что ты хочешь? Я гостинцы принес. Что? Гостинцы принес. Гостинцы? Да. А это прям срочно? Ну, блин. Ну, да, мне сейчас надо просто машину вставить. Меня Виталия в машине ждет. Ладно, ради такого выйду. Выйдешь? Да. Ну, окей. Ради такого, говорит, выйду. Даже не разбывался, ребят. Так и стою в кроссовках. Негодяй. Она принимает душ. Душ принимает. О, ничего себе. Дина халат, не буду смыться. Ничего себе. Ничего себе. Ты не мог, не мог раньше проехать. А я только залезу. О, сейчас. Это тебе. Это кольтоска? Да. Ну, ты же любишь кольтоску. Так она же кольтоска просто колечная, без полосочек. Ну, на то попробуешь, какая-то кольтоска. О, красивая. Ну, так. Так, петельки. Ты же не говорила, как мы. Ребят, у нас, короче, с Никой новая игра. Мы экономим. Мы выделяем в день по 150, да? Ну, сколько там? Ну, приблизительно. Ну, уже 125. Ну, ладно. Пусть, допустим, 150 гривен в день. Если... Сколько? 450. Ну, что там у нас такая не получается играть в это? Получается. Я 270 потратил. Ну, вот это все. Мы вчера не тратили. Да. И еще у нас на день есть запаса. А у нас сегодня можно было 350 потратить. Да, я по певцу взял. Да, ребят, мы сейчас нищеброды и колбаски чуть-чуть взяли. А чё ж ты не возьмешь уже нормальную колбаску целую? Чё ты половинку только берешь колбаски? Не знаю, я боюсь. Ну, я же экономлю, понял? У меня определенные деньги. И я, короче, стараюсь, чтобы больше не сказали. Чё? Ты понял? Фу, блин. Спасибо. Я тебе воды взял, мне нужна. Лимонад. Это лимончик нарисованный. Ну, нормально, не знаю. Будет вкусно или другой надо было? Нет, а какая разница? Если он газированный... Ну, все, давай, сейчас машину поставлю. Понравилось? Да, а ты уже ставишь машину? Да, пойду поставлю пачку. Ребят, наконец-то заправили с бенобензином, потому что очередь вот огромнейшая. Стоит аж туда. Вы представляете, какие очереди? Ниже, просто жесть. Просто, я не знаю, 200-300 машин. Выезжаем? Вы там проедете. А, ну я да, я проеду. Все, заправились, наконец-то. Я проконтролирую. Хорошо. И это наконец-то. Ребят, заправился, блин. На 30 литров. Чтобы вы понимали, машин, наверное, штук 200 стоит, если не больше. Но это ужас. Просто ужас. Пипец. Тоже несется, да? Ну, тоже. Пипец, сколько. Ой-ой-ой. Ты прикинь, это все туда. Да-да. Е-мое, я-бро. Жесть. Вот такие вот очереди у нас. Ребят, сейчас заехали на сервис Кирилю Алексеевичу на СТО Карсервис. Сейчас машину посмотрят, что где надо укрепить, что где доделать, чтобы было уже все в порядке полностью. Сейчас вот ребята уже начали что-то делать. В городе Смола, вы видите, какие у нас тут пацаны работают. Красит. О, уже потолок класс. Понимаю. Трот спал, да? Сейчас, вот там спал сзади. Военным постоянно смотрят машину, осматривают, чтобы было все в порядке, ребят. Поняли, чтобы никаких не было замечаний вообще. Потом поднимем, ребят, на подъемник, посмотрим здесь уже на подъемнике, что у меня там похода. Ничего себе. Как мухи, а псилы для машины. Ребят, вот эта машина на фронт, вот эта идет на фронт. Вторая, короче, две машины в разные точки. Интересно. Уже да. Это сколько продуктов, да? Да, да. Буду ехать. Боже мой, сколько пирожков. Я офигею. Целые пакеты. Это все под... Мамочки, да ты посмотри, какие пакеты здоровые. Это же все свежие. Да. Это потом переложим в ту машину, да? Да, да, да. Ребят, просто машина эта первая... Да, какая первая машина едет, туда вот, блин, пирожки перегрузят. Потому что вот эта вот машина еще на два дня, наверное, задержится, а наша уходит первая. Это вот эти все пирожки мы перезагрузим в нашу и ребятам поедет, чтобы они не пропали. Потому что свежие, свежие. Вот так вот люди передают. Вот вы представляете, какая у нас Украина. Одна нация какая, передает посылки, передает гуманитарку. Вот так вот мы друг другу, все друг другу, короче, помогаем. Ребят, у нас не открывалась дверь, сейчас уже все сделали. И лючок сделали, и дверь сделали. Все открывается и закрывается. Вообще, бомба, блин. Вот это две тачки. Да, вот, все делали здесь на СТО, кар-сервисе. Ребята смогли все установить, все поправить для наших военных, для наших военных парней. Все ребята делают бесплатно, нам все сделали. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!